Привет всем любителям пиксельной графики! Хочу представить вашему вниманию новые пиксельные игры, которые уже вышли на ПК и на консоли. И если ты один из любителей пиксельной графики, то обязательно поставь лайк и оставь свой незабываемый коммент. Потому как из этого топа ты обязательно найдешь во что поиграть в пиксельной графике. NovaLens это пиксельный симулятор по строительству базы, сочетающий в себе исследования, крафтинг и сражения с инопланетными созданиями. Героиня только что высадилась на неизвестной планете и теперь ей предстоит подготовить ее для дальнейшего заселения. Для этого придется собрать ресурсы, построить фабрики и наладить производственные линии, создав идеальные условия для проживания. Не время бездельничать, ведь объем предстоящей работы огромен. Поначалу придется самостоятельно добывать материалы и комбинировать их между собой на станции, строя заводы. Но после на помощь придут роботы. Запрограммируйте роботов, задав им определенные команды и наблюдайте, как кто-то трудится за вас. Изредка исправляйтесь с боем и пытайтесь изобрести новые машины для следующего уровня производства. Бродите по случайно сгенерированному миру, изучая необычные ландшафты и открывая для себя причудливые минералы. На вашем пути будут встречаться местные обитатели в лице пришельцев. У каждого вида есть особенности характера. Одни будут рваться в бой при виде вас, другие же проигнорируют ваше присутствие. Решайте сами, будете ли вы уничтожать все на своем пути или подойдете к искрению планеты более гуманно, пытаясь ужиться с уже существующими на ней видами. Sea of Stars – это приключенческая ролевая игра в духе олдскульных проектов 90-х. Мир находится в смертельной опасности из-за повелителя плоти. Именно так окрестили могущественного волшебника, чья армия нежити регулярно совершает набеги на деревушке и захватывает все новые территории. Армия оказалась бессильна, и лишь двое детей из солнцестояния готовы дать достойный отпор сильному врагу. Объединяйте силу солнца и луны и используйте магию затмения для победы над потусторонними существами. Отправляйтесь навстречу захватывающим приключениям, знакомьтесь с необычными обитателями и местными жителями, и найдите способ предотвратить катастрофу, пока это не стало слишком поздно. Пошаговая боевая система предлагает разработать уникальный подход к каждому типу противников и раскрыть потенциал главных героев. В вашем распоряжении окажется до 10 действующих лиц с особым набором характеристик, а игроки уже самостоятельно создадут связки из трех членов команды. Комбинируйте их навыки между собой и добивайтесь неожиданных результатов, а после усиливайте возможности благодаря артефактам и особым типам оружия. Придумывайте необычные связки и постоянно экспериментируйте, ведь это является неотъемлемой частью игрового процесса. Карамон – стратегическая ролевая игра, которая отправит тебя в опасный мир на сражение с огромным количеством противников. Ты исполнишь роль отважного воина, который должен подчинить себе монстров, наделить их особыми навыками, а затем создать могущественный отряд. Вместе с которым отправишься в бой с безумными и очень сильными титанами. События отправляют нас на просторы небольшого процветающего города, где существует секретная организация. Эта организация вскоре создат все условия, чтобы выпустить на волю зловещую силу, которая уничтожит все вокруг. Отныне ответственность за спасение множества жизней возлагается на твои плечи. Сумеешь ли ты остановить коварный план врага? Задача не из легких, но тебе необходимо приложить все усилия, чтобы справиться с ней. Любое действие и принятое решение будет влиять на ход событий, стоит об этом помнить. Собери свою воинственную команду монстров, где каждый будет обладать уникальными навыками, которые пригодятся в борьбе с оппонентами. Старайся продумывать свои действия наперед, а в некоторых моментах проявлять хитрость, чтобы обойти врага и тут же дать ему отпор. Octopart Traveler. Динамичная игра в ролевой стилистике, где от принятых тобой решений будет зависеть развитие событий. Игровой процесс не обошелся и без опасных сражений, где одолеть врага будет не очень просто. В сражении с оппонентом тебе нужно применять самые разные боевые механики. Ты будешь бороться за свою жизнь всеми возможными способами, проходить жестокие испытания и сталкиваться с опасными ловушками. Особенностью игрового процесса является то, что ты сможешь выбрать среди сразу восьмерых главных героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и талантами. Также будет возможность скооперировать несколько персонажей, создав мощную команду, либо пройти всю игру лишь одним персонажем. Выбор остается только за тобой. Стоит помнить, что каждый герой, которого ты берешь под свое управление, имеет большое влияние на ход событий. Поэтому будь внимательный и принимай безошибочные решения. Выполнить одну и ту же миссию ты можешь совершенно разными способами. Так, к примеру, торговка сумеет своим профессиональным опытом приобрести необходимый предмет, когда вор его может просто украсть, все так же применяя свои способности. Всесторонне улучшай героев, развивая их навыки, чтобы в будущем справиться с более сложными испытаниями. Дом Кипер Экшен-РПГ на выживание, где мы отправляемся на далекую и опасную планету. Сюжетная линия расскажет о том, как на планете расположился некий купол, скрытый за большим защитным полем. Ты сыграешь роль хранителя этого самого купола, делая все возможное, чтобы к нему не добрались жуткие и коварные монстры. Вооружись всем необходимым, продумывая тактику действий и незамедлительно отправляйся на поле боя, истребляя всех, кто сумеет стать в тебя на пути. Враг довольно силен и хитер, будет совершать свои атаки не только с поверхности, но и с подземелья, и даже с воздуха. Прояви свои способности, действуй быстро и обдуманно, подключив смекалку и хитрость. Выстраивай всевозможные защитные сооружения и башни, которые значительно снизят шансы врага на победу. Графическое исполнение неплохо продумано, наделено пиксельной графикой и позволит каждому в полной мере ощутить себя на месте главного героя. Эмбер Кнац. Динамическая и увлекательная игра, разработанная в смеси жанров экшена и рогалика, наделенная кооперативным режимом до 4-х человек. События игры отправляют нас на просторы необычного мира, который был захвачен злым волшебником. Игроку предлагается взять за исполнение роли отважного рыцаря, который вместе со своей бесстрашной командой отправится в сражение с целью спасения мира от полного разрушения. Становись частью динамично развивающихся событий, зови друзей и вместе постарайтесь достичь наилучшего результата. Впереди вас ожидают бесконечные сражения с коварными оппонентами и их боссами, мрачные тайны, которые необходимо раскрыть и препятствия, пройти которые будет не так-то просто. Позаботься не только о боевом арсенале, но и развитии собственных навыков, ведь сила врага растет и тебе необходимо быть к ней готовым. Графика игры отлично продумана, наделена уникальной рисовкой и приятной анимацией, что не может не радовать. Portion Pomits – ролевое приключение с элементами песочности, которое отправляет нас на просторы мира в Пентеси. Мы исполним роль жителя небольшого городка, который постарается преуспеть в профессии фармацевта, став лучшим в своем деле. Отправляйся изучать мир алхимии, принимай пациентов с разными жалобами и болезнями и сделай все, чтобы достичь поставленной цели. По мере прохождения важно постоянно развивать и совершенствовать знания, ведь чем дальше ты проходишь, тем миссии будут становиться сложнее. Также в игре нужно исследовать многочисленные локации, окружающие город, которые здесь представлены в виде лесов и имеют массу необходимых тебе растений. Эти места довольно опасны, ведь там обитают монстры, потому будь на чайку и действуй осторожно. Есть в игре и незаурядная сюжетная линия с неожиданными поворотными событиями, что отлично дополнит общую атмосферу. Графика яркая и проработанная в уникальной рисовке. Rids of Pudger – крутое сочетание симулятора и ролевой игры, где мы примемся за создание и развитие собственного поселения и сделаем все возможное, чтобы привести его к процветанию. Первым делом мы познакомимся с двумя главными персонажами – путешественниками, которые долгое время бродили по первобытным землям, пока не нашли отличное место, где и решили развивать свою активную деятельность. Перед тобой становится непростая задача – основа и укрепление собственной колонии, добыча ресурсов, исследование окружения, а также борьба с препятствиями. Под твое начало попадает небольшая группа колонистов, которым ты будешь отдавать определенные задачи на выполнение. Порадует наличие в игре редактора, где ты самостоятельно сможешь создавать внешность персонажам, облагораживать здания, а также выстраивать нужную инфраструктуру. Есть возможность развивать собственное фермерское дело, заводить семью и приручать животных. Gestalt's Team of Cinder – это красивый приключенческий ролевой экшен в стиле метроидвании, предлагающий погрузиться в приключения и сразиться с огромными армиями автоматов, управляемых коррумпированными властями здешнего города. Город Канаан – последнее пристанище человеческой расы, город, в котором скопились все силы людей. Казалось бы, все самое страшное и ужасное позади, но на самом деле это далеко не так. Теперь мир погружен в хаос, а внутри города и вовсе происходят ужасные вещи. Коррумпированные власти не желают и слышать о потребностях горожан. Творится хаос и человечество снова в опасности. Сможешь ли ты хоть что-то изменить и разрушить план злодеев? Вот это-то вы и узнаете по ходу прохождения игры. Отправляйтесь в Канаан и погрузитесь в череду сражений и битв с боссами. Самая прекрасная в этой игре – атмосфера. Решившись начать проходить игру, вы погрузитесь в атмосферу, в которой перемешались аполитическая обстановка и научная фантастика, в которой на вас будут то и дело нападать автоматы, вооруженные до зубов, в которой ваш каждый шаг будет иметь кучу последствий. Все это создает действительно прекрасную атмосферу. Sons of Valhalla – стратегический игровой проект, который успешно сочетает в себе элементы экшена и отправляет нас на просторы мира эпохи викингов. Во роли главного героя, отважного и бесстрашного воина, мы отправляемся в далекое путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную и злобковарного врага. Становитесь на пути отвлечения и будь готов столкнуться с множеством смертельно опасных испытаний, сражениями с многочисленными оппонентами и разгадки мрачных тайн. По мере следования необходимо постоянно развивать навыки героя, чтобы тот становился еще более могущественным для дальнейшего истребления более сильных противников. Потребуются от тебя также и навыки стратегического планирования действий, чтобы продумывать каждый шаг наперед и не допускать ошибок, которые могут привести к необратимым последствиям. Путешествуй, сражайся, оставляй позади преграды и сделай все возможное, чтобы вернуть любимую и отомстить за отца. Графика игры хоть и простая, но наделена захватывающей атмосферой, частью которой ты сможешь стать. Mercury Abbey – это повествовательная адвенчура, которая приглашает геймеров в затерянный в тумане особняк, насыщенный коварными ловушками и мистическими загадками. Следуйте за героями Харрадом и Уилли в их захватывающее приключение, которое оставит вас на грани своих чувств и заставит ваше сердце биться сильнее. Перед вами уникальное сочетание пиксельного и комиксного стилей, которое предлагает необычные красочные и мрачные сцены, такие как зал ископаемых, теплица, лабиринт кустов, ботанический сад, подземельные пещеры и многое-многое другое. Уникальная технология освещения создает захватывающую атмосферу и погружает нас в незабываемый мир, полный тайн и загадок. Игра воплощает в себе лучшие из классических детективных романов и культурных элементов мифов и легенд. В этом мире персонажи в образе зверей живут в социальной структуре с собственными обычаями и легендами. Каждый элемент этого мира ждет своих героев, чтобы их раскрыть. Загадочные события происходят в мистическом особняке на вершине горы, и проклятие алхимиков распространяется повсюду. Легенды о феях, обществе, которое проявляется только в полночь, гости, которые пребывают с разными целями, все это приводит к открытию невообразимых тайн. Но не все так просто, и расследование может стать опасным приключением, когда на каждом шагу поджидает новая угроза. Вы должны собирать подсказки и раскрывать мифы, а каждое ваше действие и выбор приближает вас соответственно к разгадке. Return – это атмосферное метроидвание в сеттинге постапокалипсиса. После сотен лет межгалактических путешествий вам предстоит вновь встретиться с родной планетой. Совершите посадку на изменившейся до неузнаваемости Земле в попытках отыскать подходящее для жизни место. Теперь вам предстоит дать отпор могущественным существам и надеяться, что вы сможете выбраться отсюда живым. Пиксельная графика, чарующее музыкальное сопровождение, проработанная вселенная и хардкордная боевая система. Вот что делает данный проект поистине уникальным. Открывайте новые виды оружия и брони, а также модернизируйте уже имеющиеся с помощью найденных ресурсов. Гибкая система прокачки как игрового персонажа, так и обмундирования помогает сформировать собственный стиль игры для комфортного времяпровождения. Оттачивайте мастерство в битвах и закрабляйте характер в бесконечных сражениях. Становитесь сильнее и не забывайте открывать интересные факты из предыстории планеты, чтобы узнать, как ее постигла столь неприятная участь. Приключения в Мюншейл Айленд показывают геймерам островок, на котором приходится выживать попавшему в катастрофу авантюристу. Герой будет сталкиваться с опасностями в виде монстров и опасных головоломок, с которыми приходится постоянно справляться при помощи доступных снаряжений и смекалки. Игра выполнена в жанре ролевой адвенчуры, что нарисовано в пиксельной графике и создает ощущение алтскульного проекта. Георгам придется отыскать источник проблем, чтобы положить конец восстанию опасных и агрессивно настроенных существ. В процессе прохождения получится опробовать большое количество мини-игр, а также попасть в уникальные биомы. Придется постоянно натыкаться на намстеров, что атакует героя и добывать вкусные рецепты, позволяющие крафтить разные виды пищи. Необходимо следить за клубом-убежищем, постепенно улучшая и модернизируя убранство здания. Элдорант – динамичное ролевое приключение, которое отправляет нас в путешествие по мрачному двухмерному миру. Становитесь частью исследования многочисленных локаций, добывайте ценные ресурсы, рассеивайте тьму и ведите борьбу с коварными оппонентами. Зло стало большей частью планеты, и его необходимо как можно быстрее искоренить, чтобы дать миру надежду на светлое и безопасное будущее. Первым делом игра предлагает создать собственного персонажа, который будет уникален, обладать определенными внешними данными и внутренними характеристиками. По мере исследования важно быть всегда на чеку, проявлять навыки тактического планирования и всегда развивать боевой талант, который поможет одолеть более сильного соперника. Порадует наличие большого оружейного арсенала и атрибутов для крафта необходимых предметов, ведь это пригодится на поле боя. Графика интересно исполнена, наделена яркими, запоминающимися эффектами и индивидуальной рисовкой. Оно мутадионом Игра на выживание, которая погружает нас в непредсказуемую атмосферу киберпанка и столкнется рядом увлекательных, но в то же время довольно опасных событий. Возьмитесь за исполнение роли главной героини, молодой и отважной девушки по имени Энн Флорес, которая потеряла своего брата и теперь намерена узнать, что с ним произошло. Ты настоящий боец, наемник и фрилансер, которая готова положить все свои силы и опыт на поиски родного человека. Вооружусь всем необходимым, смело отправляйся в далекое путешествие, постепенно исследуя локации, раскрывая секреты и находя хоть какие-то зацепки. Не обойдется в игре и без безумных сражений, в которых ты будешь стремительно истреблять всех тех, кто только посмеет встать на твоем пути. Сила врага будет постепенно возрастать, а преграды становятся все опаснее. Именно поэтому тебе нужно уделить особое внимание развитию своих навыков и боевых характеристик. Прояви стратегическое и логическое мышление, быстродействие и силу, чтобы пройти все испытания и успешно завершить миссию. Chained Echoes 16-битный игровой проект, который является ярким представителем жанра RPG. Событие отправляет игрока на просторы непредсказуемого и довольно опасного мира, который полностью открыт для исследования и хранит в себе массу мрачных тайн. Основными жителями этого местечка являются драконы, но в то же время здесь нашли свое место и пилотируемые костюмы. Возьмись за исполнение роли главного героя, обладающего особой отвагой и бесстрашием, который намерен встать на пути отмщений и постараться истребить как можно большее количество соперников. На помощь тебе приходят верные товарищи, каждый из которых уникален и обладает индивидуальными способностями. По мере прохождения стоит особое внимание уделить развитию навыков и боевых характеристик, так как чем дальше ты пробираешься, тем сложнее становятся испытания. Более того, в игре есть возможность управления собственным мехом и дирижаблем, которые также поддаются всесторонним модификациям и вскоре могут стать непобедимыми машинами перед твоими оппонентами. Графика исполнена в стиле старой школы, а эту чарующую атмосферу здорово дополняет соответствующий звуковой ряд. Pizza Tower. Динамичная и увлекательная игра, разработанная в жанре экшеноплатформа, где визуальная стилистика взяла свою основу в мультфильмах 90-х годов. Является яркой и запоминающейся. Ты опытный владелец заведения, расположившийся на просторах Италии, на которой внезапно настигла угроза в виде огромной стаи птиц, превратившейся в башню. Теперь тебе предстоит пройти огромное количество испытаний и преодолеть массу преград, чтобы найти способ как можно быстрее разрушить злополучное здание и тем самым спасти свой бизнес. Башня состоит из нескольких уровней, на каждом из которых тебя ожидают опасности и ловушки, сложные головоломки и оппоненты, которые сделают все, чтобы ты не добился поставленной цели. Игра максимально динамичная и занимательная, а поэтому скучать у тебя точно времени не найдется. Графика максимально оригинальная и позволит стать полноценной частью приключения. Z-Zone – двухмерная игра, разработанная в жанре песочницы, где мы отправляемся в мир, переживающий последствия зомби-апокалипсиса. Сыграй роль единственного выжившего человека и постарайся справиться с испытаниями в новых суровых условиях существования. Место действия – заблокированная карантинная зона, выбраться из которой возможно лишь по воздуху. Чтобы поскорее достичь цели, необходимо построить самолет, но ввиду ограниченного количества ресурсов сделать это будет не так-то просто. Главной опасностью для тебя станут ходячие мертвецы и могущественные мутанты, на глаза которым лучше не попадаться, иначе ты в два счета распрощаешься с жизнью. Основное на то, что нужно обратить внимание – это арсенал вооружения и необходимые ресурсы, которые ты будешь находить, исследуя многочисленные локации. Игра довольно динамична и требует от тебя особой осторожности, хитрости, смекалки и навыков тактического планирования. A Space for Unbound Prology – яркое и динамичное приключение, которое включает в себя потрясающую исполненную графику, а также захватывающую сюжетную линию, обладающую неожиданными поворотными событиями, секретами и тайнами. Отправляйся в пиксельный мир, который подготовил для тебя массу интересного и не позволит заскучать ни минуты. Событие отправит тебя в небольшое поселение, которое расположилось где-то на территории Индонезии. Ты отправишься в прошлое, а именно в 90-е годы, где и познакомишься с массой интересных и загадочных персонажей. Игра отлично раскрывает темы взаимоотношений между людьми, преодоление их тревог, депрессий и всяческих жизненных невзгод. Узнай о жизни на первый взгляд самых обычных мальчика и девочки, которые обладают сверхъестественными способностями. Приключение не займет у тебя много времени, но подарит лишь положительные эмоции от прохождения. Займись исследованием окружающих тебя локаций, расслабляйся в сказочной атмосфере и постарайся раскрыть все тайны, которые скрываются на этих просторах. Little Witch in the Woods Увлекательная игра в пиксельном стиле, исполненная в ролевом жанре, где основной игровой процесс заключается в исследовании. Возьми за исполнение главной роли, роли юной девушки, которая прошла обучение у ведьмы и теперь готова стать настоящей колдунью. Чтобы достичь цели, тебе потребуется пройти немало испытаний, раз за разом показывая свои знания на практике. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, проходи испытания и завершай интересные задачи. Нужно быть внимательным и постараться не допускать ошибок, чтобы собрать в коллекцию как можно больше очков опыта. По мере исследования ты будешь выполнять задания местных жителей и заодно раскрывать тайны леса, которые скрываются в нем столетиями. Игра наделена динамичным игровым процессом, а значит, что скучать у тебя просто не будет времени. Пройди все преграды, реши головоломки, а также стань настоящим профессионалом в мире магии, чтобы помочь как можно большому количеству жителей и миру в целом. Астрал Асент. Проектор, заработанный в жанре экшена-платформера с элементами рогалика, который погружает нас в мир фэнтези и столкнется рядом интересных событий. Ты один из заключенных мощной астральной тюрьмы, который принимает решение сбежать. Задача эта не из легких, ведь тебя впереди ожидает кровавая битва с 12 мощными боссами по прозвищу Зодиаки. Помощь тебе дается команда из еще трех уникальных героев, каждый из которых обладает индивидуальными навыками и боевыми характеристиками. Смело отправляйся на путь сопротивления, сражайся с оппонентами, проходи испытания и не забывай постоянно развивать боевые навыки, чтобы дать отпор самым сильным врагам. Битва с боссами будет максимально непредсказуемой, поэтому тебе придется позаботиться о наличии в боевом арсенале мощного оружия. Графическое исполнение игры проработано в уникальной интересной ресурсе, а звуковые эффекты здорово дополняют и без того захватывающую атмосферу. Prodias Проект, разработанный в жанре шутера, где все действия происходят с видом от первого лица. Игра, которая может порадовать пользователя не только динамичным процессом, но и отличной проработкой визуальной составляющей. Мир вокруг полностью разрушаем, а также поддается контролю со стороны игрока, что не может не радовать. Нам предстоит окунуться в атмосферу полную безумия и хардкора, сразиться с немеренным количеством оппонентов и пройти многочисленные смертельные опасные ловушки. Динамика игры исполнена на высшем уровне, поэтому скучать точно времени не будет. Общую атмосферу здорово дополняет соответствующий звуковой ряд, который позволит полностью погрузиться в игру. Вступай в схватку с тем или иным видом врага, продумывая ход событий, и не забывай позаботиться о боевом арсенале, чтобы всегда суметь дать отпор мощному боссу. Научись пользоваться оружием, а также применяй тяжелое вооружение, свергая всех на своем пути, не давая им и шанса на победу. Будь готов к неожиданным поворотным событиям, тайнам и головоломкам, разговаривать которые будет не так-то просто. Dave the Diver Это оригинальный экономический симулятор с элементами исследования, где вы отправляетесь изучать загадочный подворный мир. Амбициозный Dave переживает не самые лучшие времена, ведь его небольшой бизнес находится на грани банкротства. Единственным шансом реанимировать суши ресторан станет самостоятельно отправиться на поиски редких видов рыб, которые разбавят устаревшее меню и привлекут гурманов со всего мира. Вооружитесь аквалангом и совершите погружение в попытках отыскать ценные сокровища, а также не забывайте управлять заведением, иначе рискуете остаться без дела всей вашей жизни. Условно прохождение разделяется на два этапа изучение коралловых рифов и работа в ресторане. В первом случае вам предстоит снабдить игрового персонажа необходимой экипировкой и погрузиться в приключения, ведь помимо морских обитателей вы также столкнетесь с руинами давно забытой цивилизации, и возможно именно вам удастся разграть тайну ее исчезновения. После удачного улова вернитесь в кафе и займитесь улучшением бизнеса. Преобразите внешний вид интерьера, а также не забывайте продумать эксклюзивные рецепты для искушенных посетителей. Ловко справляйтесь с поступающими заказами и зарекомендуйте себя как отличный управленец. Kingdom Aids Это стильная научно-фантастическая адвенчура, которая перенесет вас в ревущие 80-е. Предстоит противостоять жадным ордам, наступающих на небольшой городок, и только группе продвинутых подростков на велосипедах придется справиться с этой невыполнимой миссией по спасению округа и близких. Но вам придется не только быстро ехать на велосипедах, но и использовать свои силы и умения, чтобы победить. В новом приключении вы станете молодым вожатым в скаутском лагере, которому внезапно попадает таинственная корона сотворения. Готовьтесь отправиться в лес, и оттуда путь затянет вас в пригород, а затем на улице родного провинциального городка. Вас окружит пиксельный стиль, но с потрясающим уровнем детализации. Ваша задача – спасти друзей и встретиться с умником, Динь и Чемпом, а также другими соседскими детьми. У каждого из них свои способности, и только умное использование их сил поможет вам привести свой отряд к победе. Эта игра зайдет как ветеранам, так и новичкам, а также всем, кто помнит, каким было субботнее утро, когда нужно было бежать пижаме к телевизору ради утренних мультфильмов. Так что подготовьтесь к захватывающему приключению в мире Kingdom 8. The Magical League of Legends Story Классика жанра боевик, в котором сюжет происходит на просторах одноименной вселенной. События отправляют нас в мир, где существует королевство под названием Демассия. Здесь охотники за мага, под видом защиты обычных жителей, будут угнетать всех обитателей магического дара. На нас возлагается ответственность за спасение мира от нашествия злых сил. Именно поэтому мы становимся на пути сопротивления и сделаем все возможное, чтобы их уничтожить. В твоем распоряжении силы магии, которые ты будешь улучшать и модифицировать, чтобы увеличить свои шансы на победы в бою. Ты станешь настоящим путеводителем повстанческого отряда, который нужно привести к победе любыми возможными способами. Динамика игры отработана на отлично и точно не даст тебе скучать. Графика яркая и создает запоминающуюся атмосферу. Такой вот получился топ игр с пиксельной графикой. Если есть что сказать или добавить, пиши мне об этом в комментарии, будет интересно почитать. Ну а на этом вроде как все. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok